Наш город красивый, клумбы, скульптуры, если пройтись по городу, то есть, мне кажется, всего хватает. Очень красиво сделали парк, да, шедеврально просто. Ходим с детьми, проводят постоянно акции у вас «Посади дерево», участвовали с детьми, и наша компания тоже принимала активное участие. Вот, в принципе, чисто, да, убирают все вовремя, не знаю, дома красивые. Я считаю, что сейчас с каждым разом все набирает оборот, наше благоустройство. Чистота, порядок, вот готовимся все к посадке вот этих цветов, готовились, очень, жители все довольны, ждали, радуются. И мне кажется, все прекрасно, все хорошо идет потихонечку. Очень хорошо, красивый, замечательный город, мне очень нравится. А что конкретно нравится? Да все, и оформление города, и дома красивые, и клумбы, и люди. Все хорошо, все прекрасно, и озеро большое стало. Хочется хорошей дороги. Есть такие вот места, которые просто, когда проезжаешь, думаешь, ну почему тут не сделать? Там 5 метров дорогу мы сделаем, а отъезд там буквально 5 метров, все в яму. Я смотрю, у вас детки, а по поводу детских площадок, что можно сказать? Детские площадки уже мне нравятся, ну, в последнее время красиво и строят, прям глаза радуются. Были бы рады, если везде поменяли бы. Нам все нравится, вот на самом деле, особенно скульптуры и фонтаны. Вот мы часто гуляем, да? Да. Вот, нам очень нравится, фотографируемся. На самом деле мы очень рады, и спасибо огромной администрации города. Сегодня только слепой может не видеть, насколько изменился вообще наш город. Насколько вот один парк только, вы знаете, ведь люди практически сейчас, сколько детей, все чисто следят. Благоустройство в огромных масштабах. Одних только цветников я посмотрю, чтобы вот высаживают. Это какие расходы, какие затраты? Город с каждым днем становится красивее, средств вкладывают больше. И, конечно, мы довольны тем, что наш город красивый становится, и что нам руководство и благоустройство уделяют очень много внимания. В нашем городе есть много скульптур, сказочных персонажей, таким как Чебурашка Гена, Маша Медведь, Муха Цкатуха, Дядя Стек, милиционер. А, к примеру, мы знаем, что такой человек, а композитор Владимир Яковлевич Шаинский, он тоже являлся нашим знаменитым. Он жил в Кратове, у него там был дом, и, возможно, он там творил и написал вот эти вот недленные шлягеры, песенка «Крокодилы Гены». И почему бы нам не установить памятник вот такому замечательному человеку? Сидит Владимир Яковлевич Шаинский, играет на пианино, а рядом там танцует Чебурашка с Геной. Там можно поставить лавочку и приходить, почтить память нашего такого замечательного земляка. Дворовая территория тоже благоустраивается, тоже хорошо, и новые формы для детей устанавливаются, очень красивые спортивные сооружения, все на самом деле здорово. Конечно, есть еще места, до которых еще руки не дошли, но у нас есть к чему стремиться. Я вышла, вот смотрю, красиво все, очень рада. А где вы живете, на каком? Ну, вот, где видите, Карла Маркс, вот на углу. Хорошее там благоустройство? Да, ну, я вот вышла из подъезда и сразу обратила внимание на это. А детские площадки хорошие у нас? У нас во дворе хорошие тоже, все хорошо. Та часть парка, которая есть, неплохая, но та часть, где многоквартирные застройки. Раньше я училась в школе, номер 19 такая была, а мы там катались на лыжах, на уроках физкультуры. Сейчас нет такой возможности. Ну, ничего не поделаешь, город растет, а вот то благоустройство, которое есть, что можете сказать? Тем благоустройством, которое есть, довольно, мне кажется, все очень хорошо. Может быть, стоило бы еще организовать раздельный сбор мусора. На Крымской замечательной площадке очень нравится, и по возрасту всем детям можно где-то развлечься. Качели есть безопасные, очень замечательно. Делается достойно и качественно. Для людей? Для людей, исключительно для жителей.